19-я персональная выставка за 10 лет. Много это или мало, каждый для себя решает самостоятельно. Пока ясно одно. Анатолий Мелиховец однажды сделал правильный выбор, сменив роль банкира на роль художника. Живопись тонкой нитью проходит через всю жизнь Анатолия Мелиховца. С ранних лет он мечтал заниматься искусством, но судьба распорядилась иначе. Долгое время брестский художник проработал в сфере финансов, но в 2010 году ушел заниматься тем, что по-настоящему любит. Я перенес инфаркт и мне врач сказал, ну в молодом возрасте таком, он сказал, тебе нужно что-то заняться чем-то противоположным, иначе ты сгоришь, тебе надо куда-то направлять энергию. Он мне, можно сказать, потом говорит, ты рыбалкой займись, охотой, какое есть хобби, самолетики клей. Я говорю, да я вообще-то рисую, да он замечательный, так это все ты воплощай. И ты, и благодаря ему, можно сказать, благодаря ему, ну я к этому шел где-то внутренне, но он меня сподвиг к этому раньше. Дружная семья Анатолия Мелиховца поддержала его в решении сменить сферу деятельности. Благодаря своей супруге, которой он вдохновляется уже 31 год, брестский художник продолжает развивать и совершенствовать свое творчество. Именно любовь сподвигает его писать картины. Плотной занялся он художеством и рисованием только когда уже выросли наши дети. И они ему сами, мы как-то собрались на так называемый семейный совет и сказали, папа, рисуй, это твое, бросай все эти работы. Особенно он заболел у нас немного после этой болезни и он занялся. У него так все пошло. Он познакомился с художниками. Он самоучка, он учился у этих художников. Можно сказать, что он самоучка, потому что то, что раньше было, не настолько уже осталось в памяти. И мне очень нравится его стиль написания, вот эта яркость в картинках. Его картины, может, не столько показывают изображение, сколько показывают эмоции вызываемые. На открытии персональной выставки натюрмортов «Прекрасно в простом» сочные мазки и яркие краски на полотнах давали каждому зрителю почувствовать настоящий вкус жизни. 17 самых лучших эмоциональных работ позволяли окунуться в лето, несмотря на то, что за окном осень. Яркие цветы и сочные фрукты – центральные фигуры каждой работы. Некоторые из них будто живые. Наполнили арт-пространство летними запахами и вкусами. Выставка, конечно, очень сочная, очень яркая, интересная. Он молодец, он очень много работает, он на все пленеры ездит, а это очень важно для художника, чтобы работать на пленере. Так что я ему желаю и дальнейшей удачи. И он не останавливается на какой-то одной технике, он все время ищет себя. И вот это интересно художнике, что он не зациклился. «Прекрасно в простом» – легкое название выставки, в котором много философского смысла. Попытаться разгадать этот смысл есть возможность у каждого из нас. Экспозиция Анатолия Мелиховца расположилась в арт-пространстве городской библиотеки Пушкина.